ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Итак, давайте, наверное, будем читать, ребята, чадо будут читать у нас, да? Такие чадо уже, что подробнейшие. Давайте начнем, будут передавать. Я буду останавливать тебя, вот, начинать с 11. Читай. Иефай, гала-динтянин, был человек храбрый. Он был сыном любницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаада родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тол. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через некоторое время аммонитяне пошли войной на Израиле. Во время войны аммонитяне с израильтянами пришли старейшины Галаадтянские взять Иефая из земли Тол. И сказали Иефаю, «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам Галаадским, «Не вы ли не возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины Галаадские сказали Иефаю, «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей Галаадских». Все, сейчас, давайте я объясню, дальше потом пойдем. Значит, Иефай теперь, судя, видите, как все интересно начинается у нас. С чего? Опять народ начинает грешить, и Господь опять посылает страдания народу. И эти страдания всегда самые страшные. Если мы вспомним Давида, когда Господь сказал ему, «На выбор выбирай, ты согрешил, вот на выбор выбирай, из трех что тебе нужно? Или какое-то бедствие будет, или болезни, или нашествие иноплеменных». И он сказал, «Нет, только чтобы не нашествие иноплеменников, пускай там болезни захлестнет нас, пускай наводнение там будет, только чтобы чужие выиска не пришли». И мы видим, что, да, действительно, когда начинается война, то это хуже любых бедствий. Если говорят, что три переезда заменяют один пожар, а пожар – это страшнейшая вещь, которая случается, потому что ничего не остается. Игнат Тихонович у нас пережил пожар, у него дом сгорел. Дом сгорел, библиотеку Господь оставил. Понимаете? Почему? Потому что духовное, духовное, и Господь сделал так, что на новый уровень тебя поднимают, сын мой, наказывают таким образом, но оставляют духовное. Игнат Тихонович, эту свою библиотеку, там где-то, наверное, пять тысяч было, ну, всяких книг, томов толстых, он раздал людям. И у всех прибавилось вслух. Если что, у меня тоже есть библиотека хорошая, обращайтесь, заходите ко мне, я вам покажу библиотеку. Выберите себе, что можно почитать. Очень редкие экземпляры там есть, духовная литература. И вот, что, и нашествие, конечно, и на племеннике. Конечно, собираются орды, и начинают они топтать землю родную. И опять нужно, чтобы был герой. Почему? Ну, не может народу так взять сам и подняться весь. Нужно, чтобы кто-то крикнул, крич, вставайте, люди русские, вставайте на смертный бой, на честный бой. Или там, родина, мать зовет, кто-то должен быть обязательно. Какой-то герой. Духовный герой. Кто у нас, видим, совершенно неказистый. Это не пророк никакой, никто. Кто? Сын блудницы. Блудница – это, по-нашему, женщина низкой социальной ответственности, как сказал наш президент. То есть, торгующая своим телом. Никуда не годится вообще все это. И вдруг нам Слово Божие об этом говорит. Вот настоящая история. Вот эта настоящая история. Вы в нашей истории где-нибудь такое читали, когда историю проходите? Ну, вы все проходите историю в школе. Ну, кроме малышки и Мирона. Ну, и где там было такое написано, что Жуков там был от какой-то... И вот он победит и потом. Что потом его гоняли, что он любил очень сильно грабить. Он был главный мародер. Вагонами, составами отвозили там в его имение всякие статуи и картины. Где такое? Нигде нету. Это все за глаза. А настоящую историю не написал еще никто у нас пока. Почему не написали, что Сталин, что Советский Союз первый хотел напасть на этого Гитлера бедного? Ну, он не такой бедный, но как бы я говорю, что... И сейчас бы уже у нас была социалистическая республика Франция. Но пока мы видим, слава Богу, Франция нормально развивается. Ничего об этом никто не говорит. Почему? Почему? Потому что это не божественное написание истории. А Господь здесь рукой пророков дает писать Духом Святым, писать настоящую историю. Мы видим, что... Да, он сын блудницы, но он достоин. Почему? Он смелый, храбрый, честный. Почему мы это видим? Потому что его начинают гнать ни за что. За то, что он... Говорится, за его происхождение. Ну, родители не выбирают. Но была такая мать. И тем более, что обычно женщины становятся такими не по своей охоте. Обычно не по своей охоте. Нет. Обычно это или принуждают, или какой-то там голод, или какое-то бедствие, или там в малолетстве отдали на это срамное дело человека. Ну, как уже... Не каждый на себя руки наложит. Тем более, что израильтяне знали, что это не совсем хорошо себя убивать. Вот так вот мы видим. И дальше уже старейшины, когда начинается беда, приходят к этому человеку. Почему? Ну, Сталин хорошие слова сказал, что сын за отца не отвечает. Ну, да, это хорошо, конечно. Ну, потом, как он себя проявил, все ответили, как говорится. Но это правильно. Мы не отвечаем, от кого родились. Но отвечаем дальше за свою дальнейшую жизнь. И об этом нам говорит Слово Божие. Вот вы родились. Вы родились в необыкновенно прекрасных семьях. Вот здесь матери сидят, которые ухаживают за вами, которые вам с молодых ногтей, как говорится, преподали божественную духовную жизнь. Мы сейчас сидим, занимаемся здесь. Почему? Потому что наши родители верующие. Неверующих здесь нету никого. Ну, гликерия одна иногда приходит. Мы увидим, что это случайно бывает. Остальные. Но Иефаю не довелось так воспитывать. Потому что его выгнали. Понимаете? И однако он сохранил духовное воспитание в себе. Вот такой был воспитанный, что к нему обращаются израильские старейшины. Для того, чтобы он спас народ Божий. Понимаете? Давайте дальше прочитаем. Так, теперь. Читаем вот отсюда. Читаем вот тут. И послал Иефаю послов к царю Амманицкому сказать, Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Царь Амманицкий сказал послам Иефаю. Израиль, когда шел в Египт, взял землю мою от Армона до Ивока и Иордана. И так возвратил мне ее с миром. Иефаю в другой раз послал послов к царю Амманицкому сказать ему, Так говорит Иефаю. Израиль не взял земли Моавицкой и земли Амманицкой. Ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Амманицкому сказать, Позволь мне пройти земли твоей. Но царь Идонский не послушал, и к царю Моавицкому он посылал, но и тот не согласился. Поэтому Израиль оставался в Кадесе. Все, подожди. Еще объясняю, в чем тут смысл всего. Он соглашается быть вождем, и теперь мы видим, какие качества должны быть у вождя израильского народа, то есть воеводы. Он хорошо знает историю своего народа, прекрасно знает географию хотя бы тех мест, ну и не только тех, там мы дальше, если прочтем, и других очень мест. Знает хорошо политику, то есть какая была история, какая жизнь была между народами разными. И все это у него было в голове, все это воспитание, понимаете. И все это он употребляет на благо, на духовное благо израильского народа. А народ Божий, мы знаем, что Израиль это народ Божий, то есть сам Господь ведет. Все это должно быть и в нас, то есть это воспитание. Никогда нельзя отвергать тех знаний, которые уже перед нами были. Никогда не нужно гордиться тем, что ты родился, и ты, допустим, красивый. Это ничего еще не говорит. Что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Это как раз вот к женщинам обращение. Ну и про губцов тоже говорится. Про сын мой. Если ты родился, то пускай украшением твоим будет прекрасная духовная жизнь, а не драгоценности, которые ты наберешь грабежом. Так что обо всех все сказано. И вот мы видим, Ифай показывает самые лучшие качества верующего человека. Это мы говорим о том, что он был сын блудницы, там его выгнали и так далее. Потом дальше там еще больше покажется. Теперь давай прочитаем вот отсюда. Там дальше продолжение, что он говорит, послы его говорят. Царям амманистским, амманистским. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Амария от лица народа своего Израиля. А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе хамос Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам наследие Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сепфора, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Исивоне и в зависящих от него народах в Араере и зависящих от него городах и во всех городах. Видите, как он историю знает? Теперь вот отсюда. Вот это давай, Тараси. Хорошо. И был на Иефае, Дух Господень, и прошел Галат, и монахи, и прошел массив Галатской, и из массива Галатской пошел к амманичанам. И дал Иефае обет Господу и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращению моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу это на всесожжение. И пришел Иефае к амманичанам сразиться с ними, и передал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Араера до Минифа. Стоит, сейчас немножко поясню. От Араера до Минифа, это значит, была такая война протяженная, это географически, то есть от одного населенного пункта до другого. То есть войска стояли, они сошлись плотненько, раньше как воевали. Сейчас стреляют, там из укрытия и так далее, потому что пуля, она быстро очень летит. А тогда воевали, только резали друг друга. Ну, стрелами постреляли немножко, но были хорошие доспехи, щиты, многих не убежишь. И потом сходились один на один и начинали друг друга резать. Были ряды, если там кто-то резал-резал, его не успели, или он раненый, устал, его назад оттаскивали и становился другой свежий человек. И так несколько рядов было. Были легионы, были когорты, фаланги были, то есть различные построения армии. И вот так вот воевали, дружбушка кололи. Тут подготовка должна быть каждого бойца на таком высоком уровне, просто невероятно. Фехтование там должно быть развито, физическая нагрузка и так далее. Там бег, чтобы ты был выносливый, иначе тебя сразу сломят и победят. И мы видим, битвы были не на шутку какие. Давай дальше теперь, прочитай. «Двадцать городов, когда вели Карани Керамима, и смирились аманитяне перед сынами Израилевыми». Ага, и туда наверх читай. «И пришел Иефай в монассию, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами». «Музыкальные инструменты». «Она была у него только одна, и не было у нее еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверстие тебе устраиваю». «Подожди, я сейчас тебе скажу, видишь, тут еще передает как пьеса». И он, когда увидел ее, «Ах, дочь моя». Вот это вот хорошо, послушайте стихотворение, которое читает Игнать Тихоновича. Дочь Иефая, это как... «Овщеников» Эдуард Дмитриевич. «Эдуард Дмитриевич», да, артист он, настоящий артист. Как он читает, это нужно просто смотреть. Ты заплачешь, не захочешь, заплачешь. Такие эмоции передает. Поэтому, когда вот тут читаешь такое, будешь читать, будете все вы читать Библию, обязательно себе поставьте на то место, как он встретил эту весть. Понимаете? Великая победа, он дает обет. Почему он дает обет? Немощь человеческая, мы видим здесь. Он обыкновенный человек, он не робот, он не пророк, он не великий герой. Он просто человек, которого Господь избрал. И мы видим, как он пытается к себе Господа приблизить. Дает обет. Должен ли он был давать обет? До этого все идут споры, что не должен был. Тем более, такой страшный, что выйдет из ворот моих, если будет победа, амонитянами, амонитянами, и выйдет что-то из ворот моих, я иду. Он никак не мог думать, что выйдет человек. Обычно там скотина туда-сюда бегает, овцы и так далее, собаки там может, кошки. А тут вдруг выходит его дочь встречать. Ну дочь с великой радостью, она уже ждет, выглядывает, когда появится войско отца, где он там на коне впереди. Вот она выскочит с тимпанами, ликами, тут подруги ее будут приветствовать отца. Это такое поражение великое этого врага, который должен был все стереть с лица земли. И вдруг чудо, и во главе чудо стоит отец. Понимаешь? И поэтому, когда он увидел, дочь моя... Дальше давай, ну-ка, прочитай, как он должен был сказать это. Ах, дочь моя, ты страдила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверстся тебе устами перед Господом, и не могу отречь. Я отверстся тебе устам, и пред Господом. Вот так он руки прям поднимает, это чувствует. Поднимает руки, как думаешь? Ну да. Ну, я думаю, поднимает. Ну, давай дальше. А кто сможет почитать? Левя, ты же как артистка, ты же играешь, а? Я не буду про дочь читать. Что, тяжело? Ну, не получится. А, не получится. Запели. Кто имеет дочь. Ну, давайте хотя бы так в себе возьмем, что это люди, это были чувства, настоящие чувства. Это никакая, не книга уже. Мы погружаемся в историю нашей с вами жизни верующих людей. И вот такое тоже было. И вот это, ну, сейчас мы про убийство так не говорим. Мы наоборот говорим, нельзя никого убивать. А там идут страшные дела. Вот в Эритрии, там, допустим, мусульмане режут христиан, эфиопов, негров на границе с Эфиопией. Ну, если вы знаете, это где Черное море как раз. В других местах мусульмане, там в Замбии, там идут, в Намибии идут. Везде черные мусульмане режут черных, не мусульман, или там язычников, или христиан. Понимаете? Такие страшные идут события. И мы во всем этом участвуем с вами. Мы должны видеть, что Господь нам сказал, лучше находиться в доме плача, нежели в доме пиршества. Поэтому вот такие вот места, когда мы проходим, мы должны их проходить с сердцем. Не просто прочитали, а, ну, было и было, а, может, и не было. Но это все было, и нам это все предстоит пережить. И вы все это сами будете переживать. Понимаете? Все равно Господь, Он же вас любит и будет давать наказание. Потому что вы будете грешить, вы будете идти своим путем, будете сами, как говорится, через эти тернии идти к звездам, ко Христу. Потому что, ну, не всегда укоры родителей, наставления помогают в этом деле. Потому что вы думаете, что родители пытаются, или учителя пытаются над вами власть какую-то поиметь. Ничего подобного. Просто мы пытаемся дать вам плацдарм на том берегу, где вам придется воевать из-за Господа. И мы бы очень хотели, чтобы вы победили. А это будет страшная битва. Битва за вашу душу. И вы будете сами вести эту войну. Понимаете? И она идет сейчас уже. Поэтому вы должны готовиться ко всему. И знать, как, с каким страданием верующим людям приходилось отвоевать эту свободу у сатаны, у греха. Давай дальше прочитай. Запеяли уже. А, поют? Так, чуть-чуть не успели. Ну, давай там, дочитай чуть-чуть. Она сказала ему, Отец мой, ты отверз уста твоей пред Господом. И делай со мной то, что произнесли уста твои. Когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам. Так, давай я дочью. И вот чем закончилось все. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему. И он совершил на ней обед свой, который дал. И она не познала мужа. И пошло в обычаю в Израиле, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакывать с дочерью Ифая, голодитянина, четыре дня в году. Аминь. Господу нашему славу, веки веков, аминь. Господи, благослови. С миром Божьим на молитву. Помоги Господи вам. Вспоминайте Ифая, дочь его. И гнев Божий, и милость его. Миру. С Богом. Спаси Христос. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ